Приветствую вас. Давайте на секундочку представим себе, что вы вот свою проблему, в формате только прямой речи, монолога, рассказываете подруге. И подруга, чисто на таком бытовом уровне, говорит, ну да, ты права, это свинство, что эта ситуация происходит. Это свинство, что твой мужчина интересуется этим ребенком, что ему это интересно. Это свинство, что он не щадит тебя. Это свинство, что ему плевать на твои чувства, что он видит, как ты нервничаешь, что у меня все, вообще на это плевать. Это свинство, что он как бы вот готов с этим ребенком общаться. Вот. Это свинство, сказала бы ваша подруга. И была бы права. И вы, сказав так, тоже были бы правы. Только вы были бы правы с точки зрения исключительно позволено, непозволено, приемлемо, неприемлемо. Это да. Ну вот, если у вас сдают нервы, если вы не знаете, что вам делать, если вы вообще не хотите видеть этого ребенка здесь, ну здесь непонятно, я полагаю, у вас дома, то напрашивается вопрос. А только ли о неприемлемости ситуации мы говорим? Или мы говорим о чем-то еще? Мы говорим о том, что вас это как-то задевает. Мы говорим о том, что вы ревнуете. Мы говорим о том, что вы сравниваете себя с этой женщиной. Мы говорим о том, что вы не простили мужчину за то, что он, собственно, ну как вы выразились, нагулял ребенка с этой женщиной. Не очень понятно, было ли это до встречи с вами или ещё после, но не важно. Не идёт ли речь и о том, что вы ревнуете, в конце концов, к своего мужчину, к этой женщине и к его ребёнку? Не говорит ли это о том, что вы не уверены в себе, не уверены в своих возможностях, не уверены в своих способностях своего мужчину рядом с собой удержать? И правильно делайте, что не уверены, потому что никого сильно вы не удерживаете, идёт ли речь о том, что вы чувствуете, что ваш мужчина не так уж сильно заинтересован в том, чтобы быть с вами и с вашими детьми. Вот о чём идёт речь. Если хотя бы один из этих вопросов вызывает сомнения в своей неправосле, если хотя бы один вопрос вызывает у вас чувство откликается, то речь не идёт о том, приемлемо ли поступает мужчина или нет. Речь идёт о переносе на эту ситуацию ваших собственных переживаний и о нежелании эти самые переживания признавать и как-то конструктивно с ними разбираться. То есть о нежелании нести личную ответственность за то, что с вами происходит. Я думаю, что любой родитель имеет право видеть своих детей. Я думаю, что любой родитель заинтересован в том, чтобы общаться со своими родными детьми. что там плохого, понять достаточно сложно, ну, если только не брать за счёт, что вы в ребёнка видите угрозу для себя. Но ведь, как вы сами понимаете, эта ситуация уже совсем другая. Вот так и получается, Елена, что вопрос решается через конкретизацию проблемы, через конкретизацию ваших переживаний, через выявление их и про наборку, потому что своим поведением, если вы думаете, что своим поведением вы демонстрируете что-то хорошее, что-то позитивное для своего мужа и своих детей, то вы ошибаетесь. Ничего хорошего вы не демонстрируете, наоборот, только лишь негатив. К сожалению. Поэтому, коль вы хотите сохранить свою ценность для мужчины, лучше переставить их, сопротивляться и принимать на свой счёт то, что происходит. Лучше поработать с уверенностью в себе, с самооценкой, вот, с собственными интересами, и хочет мужчина видеть своего ребёнка, никаких проблем нет. Как справедливо заметил мой коллега, ваш муж воспитывает же неродного ребёнка, так почему вы не можете принять такого же неродного ребёнка вам? Получается, как-то несправедливо, не находитесь, по крайней мере, неравноценно. Другой вопрос, другой вопрос, что это у вас уже не первый брак. И, смотрите, первый брак распадается, вот этот ребёнок после брака, сейчас второй брак, и в нём тоже не согласны. Есть намёки на системное поведение, есть намёки на сценарное поведение. Когда в одних и тех же ситуациях вы поступаете одинаково. Одинаково вредно для себя. При этом по-другому поступить вам не приходит даже в голову. Вот, чтобы сломать, изменить сценарий, сделать его более гибким и подвластным вашим поддревностям, настоящим поддревностям, вполне надуманным и вымысленным. Задача психотерапевта. Ещё раз, очень важно понимать, что есть разница между приемлемыми, того или иного действия, все упирается в ваше собственное представление о реальности и личное чувственное к этому отношение. Необходимо разграничить эти два элемента для того, чтобы адекватно реагировать и находиться в тех или иных ситуациях. Повторюсь, ваш муч находится в полном праве видеть своего ребенка. Технически, мать ребенка ничего плохого не делает. Она не следует, она не согласнает вашего мнения. Она просто хочет, чтобы он общался с ее сыном, с их сыном. И это нормальная реакция матери. Да, вызывает вопрос, почему она до сих пор без мужчин, без мужчины, но на это могут быть разные причины. Технически она не сделала ничего плохого по отношению к вашему мужу. И технически, технически вам абсолютно нечего предъявить, ни вень, ни своему мужу, ни своему мужу. А желание, чтобы ребенок узнал своего отца, родного, это вполне себе нормальное, естественное желание. Как для матери, так и для вашего мужа, так и для самого ребенка. А у меня тогда взрослое ощущение, что с этим ребенком, а точнее через него, вы конкурируете с женщиной. Но, коль вы конкурируете, то речь, наверное, идет о все-таки вашей невдерности в себе и о ревности. А ревность – это страх одиночества. Вот с такими моментами я предлагаю вам поработать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Ревільшена. Продолжение следует...